Всем привет, дорогие друзья! Вторая часть Бас Ворлда, в котором в первой части мы и от гейзера бегали, и от цунами убегали, от чего только не было. В общем, сейчас у нас задание, мы будем вести рабочих на АЗС Чернобыле, на автобусе. Классно. Не знаю, кстати, понравилась вам первая часть лет, потому что снимаю всё подряд, подряд серии, сейчас будет штуки 4, наверное, 3, посмотрим, как пойдёт. В общем, надеюсь, комментарии и лайки там нормально. Ну, если нет, то нет. Ну, как знаете, на самом деле прикольно. Игрушка мне понравилась. Музыку я вам накинул, кайфуйте там, наверное, а я вот без музыки здесь езжу. Так, с паркинга убрали, драйв. Открыл эту дверь. На чём я вообще еду? Это ж тот самый автобус, да? Это ж тот самый этот добрый автобус. У которого ещё звук постоянно, как будто там какая-то банка, да? Да-да-да, они и так его сделали, прикинь. Атмосферно. Так, а почему это рабочие на АЗС? Там какой-то спортсмен из СССР, мент, пожарный. Депутат какой-то. Ну-ка, давай сюда. А, это бабуля. Ребята, вы точно этот? Рабочие, как бы. Что-то мне не похоже на самом деле. Поехали. Так. Едем сюда. Ого. Да, я в прошлой серии жаловался, что автобусы небыстрые. Этот, этот всех переплюнул. Зато он тяговитый. Зато он тяговитый. Так, а у меня даже время есть, которое я должен приехать. Да, 7.08, гостиничный комплекс. Главное, площадь и лесной. А чё, не случилось, да, этого? Ещё здесь пока что. Это до, до событий Чернобыля или что? Просто в прошлой серии мы эвакуировали весь город, как бы, я понимаю. А это, наверное, до того, да? Просто везу рабочих на АЗС. Ну и ладно. Сейчас часики у него прикольные. Как же неприятно давить газ. Ого, так приятно. Поближе все педальки подвинул. Красота. Как у вас дела, кстати? С Новым годом всех. Мало ли, кто пропустил. Иду на обгон. В навозку обвозим. Надеюсь, я не по встречке еду. Скорее всего, движение там. Смотри, иду вперёд, графика на самом деле. А это хуже или плохо? Вообще, по идее, это плохо. Потому что если... На самом деле, как устроены автомобильные, этот, автобусные маршруты, да? Если, если автобус едет быстрее своего... Ты тормози, ты чё? Чуть не переехал всех. Если автобус едет быстрее, чем положено, положено ему. Получается, он догоняет... Он догоняет своих, этот... Ну, конкурентов, так скажем, с одной игры фирмы, кто там этот. И они могут так получиться, что могут встретиться оба на одной и той же остановке. Хотя должны приехать позже, то есть к подходу людей. А потом прогал, получается, будет вообще огромный. А если ты опаздываешь, то тебя догонят. Поэтому они строго следят за графиком, по идее. Хотя у нас тут, знаете, у нас вот остановка маленькая, такая, ну, обычная остановочка, такая, фу, просто... Ну, вклад... Короче, просто остановка. У нас четыре автобуса, можешь собраться, два из них одинаковые, там, то есть, тупо два маршрута и четыре автобуса. Потому что им пофигу. Кто быстрее, тот и красава. Я, кстати, не буду правила дорожной железности наблюдать, потому что я иду как дебил вперёд графика. Сколько ехать вообще? Тормоза у него прям плохие. А, ты чё ты вормозишь-то? Ты чё? Козлина, а? Столкновение, минус 200, ты, козёл. Ну и чё ты встал-то, а? Дебил. Всё, исчезнет. Что он делает? Что моргает он? Матрица? Он исчез. Плохоят клиенты, ну... Это не я виноват, это они все, все хотят меня убить. Ой, здорово. Извини. Он, наверное, мне писал. Проекта красный свет. Я должен соблюдать. Скажи, что я ещё без поворотников повернул. У меня минус 88, серьёзно, я просто так катаюсь, как дебил. А я вообще не видел светофора. Работает отмазка, я не видел. Жизнь, открытая дверь, да что за бред, минус... Ладно, это первая пробная. Начнём заново. Потому что... Всё, это уже я не получу никакой нафиг опыт. На городе Припять проживают более 45 тысяч человек. Средний возраст жителей составляет 26 лет. Что значит, это все возраста практически? А, тут написано же, за неделю до аварии, ну. А я тут что-то ещё этот... Ну, я базарил, как обычно, наверное. Это буберит из паркинга. Всё, поехали. Мы сейчас точно всё сделаем. Чётко будет. А я не видел светофоры. Ну, там может быть один. Чисто по приколу стоит один светофор. Слава труду. Ну, давайте быстрее, а. 32... 32 рубля стоит проезд, да? Всё, поехали. А надо поворотики включать. Я что-то нигде не включал, по идее, за них меня никто не трёс. Блин, вот у автобусов, конечно, да. Если бы я реально в жизни бы ехал на автобусе, я бы с габаритом привык бы. Вот сейчас я бы поворачивал каждый раз налево и направо. Я бы всё сносил. Вот так, чтобы зеркало видно было. Вот так вот ещё всё нормально будет. Зелёный свет. Надеюсь, этот нормально. Не успею. А я успею, мне плевать. Понятно. А чё случилось-то? Ну, подтянуло вас, подтряхнуло. У нас водители не так ездят. У нас иногда они драг-рейсинг себе устраивают. А шо не так-то? Чё, недовольство растёт? Дурочки, что ли? Здесь скрипит, пердит. Но знаешь, иногда действительно автобусы просто друг с другом сцепятся. Как-то чё-то там клиентов не поделят. И давай, там нас видно перекрёстки. Кто быстрее кого бы. Вперёд всех, а ты сидишь сзади и молишься, лишь бы дома. Ещё родных хоть раз увидеть. Я обычно просто на такси езжу. Ну, на работу, там с работы, на таксишке. Такси иногда, конечно, меня пугают. То есть, ну, практически всегда. В последний раз вот ехал парень, ехал впереди и курил. Курил и прям окошко приоткрывал. На улице, извините меня, минус 30 практически было. Ему пофигу. Воняло этой электронной сигаретой. Мне как бы всё равно, честное слово. Но он так ещё летел. Вот. Если с ними... С ними иногда страшно. То с автобусами всегда страшно. У нас просто город небольшой. И тут движение, конечно, конское. Ребята, быстрее! Так, кстати, за поворотники меня не шпохают. Поэтому хорошо, спасибо большое. Так, какие же они медлительные. А ну хотя аварий-то ещё у них нету. Всё, закрываем. Всё, едем. Тапку впал. Сейчас того, надеюсь, москвича больше не будет. Ну, давайте. Как же вам хорошо, ты смотришь, это с музыкой. Понимаешь? С музыкой. Я смотрю это, блин, без музыки. Я просто слышу какой-то скрип. Постоянный. Так. У меня зелёный, черти. У меня зелёный. Куда ты поехал? Или у меня не зелёный? Я хочу подождать. Нет, у меня зелёный. Вот здесь уже красный. Всё, стою. Ну чё ты? Жаловаться будешь? А? Я слежу за тобой. Я за тобой слежу. Наталья, морская пехота. Наталья. Чё там, какой у нас сигнал-то? Опять ты. Другая уже машина. Ну давайте, чё там за светофоры-то? Три машины, блин. Да, кстати, они реально воссоздали тот самый звук бутылки, знаешь? Этот. Ой, тихо. О, кто быстрее? Я или Волга? Я или Москвич, короче. Я или Пуф. Ментовской УАЗик. Походу все быстрее меня. Так, а я по графику-то не отстаю? Интересный вопрос. Минута, я должен успеть. На-а-а. Тормози. Господи, какие же у него тормоза плохие. Всё, открываем дверь и никуда не рыпаемся. Если-то кто-то выходит и кто-то заходит, или чё там? Или все просто садятся только ко мне? Бабуля! Пойдём ко мне на коленочке. Покажи, как руля-то автобуса. Сидит такая. Всё, готовы? Закрываем дверь. Всё, погнали. Сколько ещё ездить-то? Лесли. Ты чё там едешь-то? Пропустить автобус? По праву дорожного движения. Ага, ещё бы они его узнали бы. Козлы. Да, ребят, кстати, Евротрак Симулятор даже я вот как-то... Да ну хватит! Ну заехал я на бордюр, ну что ты! Либо они переживают за целостность бордюра, либо они просто набивают себе цен. Евротрак Симулятор 2 хотелось бы попробовать на самом деле. Я готов купить прям со всеми дополнениями. Вообще пофиг, не знаю, сколько там тысяч выйдет. Надеюсь, не больше трёх хотя бы, там четырёх. Ну что, говорят, игрушка прям с того стоит. Для руля самое то. Да тапку в пол давлю, это 50 км в час. 10 км они мили. Почему, когда я записываю видеоролик, у меня постоянно чешется ссаный нос? А? Почему так? Потому что, наверное. Так, ладно. Пока летим. У меня зелёный! Не тормозите, дебилы! Кстати, мы здесь проезжали, когда ездили в прошлой серии. Кто, кстати, не видел, подсказка уже была. Смотри, обязательно. Мы проезжали здесь с эвакуированным автобусом, чтобы эвакуировать людей. Здесь была радиация такая. Давай! Я направо! Да ну, хватит быть недовольными! Ну что я вам сделал? Подумаешь. Проскочил на зелёный. Наверное, мигающий уже. Так, а это всё, да? А, нет ещё. Осталось всё прямое. Надеюсь, мы успеем, кстати. Почему ганал чуть-чуть побыстрее его? Кстати, так не разбирался, почему ручка ПП не работает. Точнее она не стартует. Либо надо сцепу вообще медленно опускать. Так, а мы сейчас, кстати, не разъедемся. Я знаю себя. Фу, разъехались, нифига. Да, ребята, если бы я действительно водил машину, мне жалко мой город. Ай, 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 ай. О, а про что я говорю? Мы не разъедемся. Главное, что пока не забирают опыт. Деньги, точнее, да? 736 рублей везу, родная. Сегодня будет дорогое вино. О. Дорогая красная икра. Если я, конечно, доеду. Так, у нас осталось всего три маршрута. Я понимаю, да? Это вот сейчас лист. Нифига себе. Я думал, не вырулю. Ну ладно, вырулил, так вырулил. Так, тормозим. Книж здесь светофор стоит. Чувак, ты сломался. А, нет, он в столб. В столб въехал. Лузер! Иногда сядь, иногда под лаги, потому что карту прогружают. Я не знаю, это либо из-за компа, либо плохая оптимизация. Я подозреваю, что, возможно, это просто оффроуд, серьезно? Это Луас, по-моему, у нас какой-то старый, да? А, Лиас, что-то такое. А в чем они сейчас недовольны? Скажите мне, пожалуйста. Я так навигатор повел. Все, я не топлю. Вообще не тороплюсь. Давай, у меня много времени. Но они прям недовольны. Почему? Коровы, но только не вы. Свалите нахрен! Я тут клинтура недовольная. А что у меня включилось? Тихо. Тут это просто какой-то мостик. Что у меня сработало? Как выключить? Как выключить аварийку? Ладно, будем ехать с ней, потому что просто вот она хотя бы будет какой-то звук не создавать. Control был, окей. А как я нажал control, когда сжал пробел? Звонил коровам. Сигналил. Да, конечно, если бы я увидел такое у себя где-то в лесу, как старый Лиас едет и тут пассажиров везет, я бы, конечно, подохренел. А, нет, смотри, это сейчас лесной. Потом у нас стела и лес рядом с АЗС. А, кстати, эти доски лежат, потому что этот... Да нахватит собаки вы. Ой, там господин полицейский, кстати. Надо сейчас не выпендриваться. И не задавить никого. Кто-то выходит, ну-ка. Ребята, мест уже нету. И чё, вы встали? Вы чё, придурки? Как бы время-то идёт? Или всё, надо ехать, можно? Может, надо ещё чужой подъехать? Давай перекатим, чтобы они хоть пошли. О, всё, нормально. Одна зашла, можно считать всё победа, да? Эд, дебилы! Господи, боже мой, кого мне подсунули? Так, ну-ка, а так. Ну, не багуйся, пожалуйста. Не надо. Время идёт, у меня маршрут. Козлы вы. Там из-за кого-то, да, зависло, скорее всего? Я сейчас, как вы думаете, подтолкну вас. Сюда, иди. Лесной. Ну, короче, я поехал. Какая вообще мне разница, да? Кто-то идёт, бабуля. Бабуль, сядь, пожалуйста. А, дедуля. Всё, поехали отсюда. Я могу их задавить? Закончится, наверное, да? Ой. О, заработали, придурки. Вы две минуты моей жизни потратили впустую, понимаешь? Впустую. Торопитесь. Сколько у меня-то времени осталось? Оплата проезда, оплата проезда. Всё. Закрываю, да? Всё, поехали. А сейчас надо как-то развернуться. Там ещё тётка идёт. Ну, давай ты со своей. Иди быстрее. У меня маршрут горит. Надо сейчас развернуться как-то. Давай сюда заедем. Давай-давай-давай-давай. Всё. Назад. Ну, что там? Я там не развернусь просто физически. Смотри уже как оперативно, как бог просто. Как боженька. С бац, и навигатор показывает. Маршрут перестроен, да? Как обычно. На мотоцикле когда-то ездил, когда я просто в наушники себе включал навигатор. Это невозможно. Поверните направо. Поворачиваю. Маршрут перестроен. Хол, да, надо было направо. Оказывается, другой следующий поворот, а не в этот. Потом уже держатель себе купил и стало всё в порядке. Так, опять зайти через эту проезжать, да? Друганы, пожалуйста, давайте мы не будем. Я через две минуты, через, я считаю, наверное, полторы, я должен быть на месте. Коровы! Как вам вернуть ещё? А, они от... Ну, я понял, что я давно уже понял, что они от тряски переспокоятся. Но я не могу ехать медленнее. Я могу через оффроуд проехать, но я боюсь, что вот они сейчас этот... Офигеют. Какой интересный объём у этого двигателя. Литров шесть, наверное? Ну, блин, я не думаю, что в Советском Союзе, когда делали машины, там такой большой объём был. Я просто не человек из Советского Союза, я молодой. В этом плане ещё, по крайней мере. Я уж думал по рельсам ехать. Одна минута, кстати, осталась, если чё. Одна сраная минута. Сколько вообще можно ехать? А, ЧАЭС! Всё, это последняя будет ЧАЭС. 07.23 уже. А какое на самом деле сейчас вот время настоящее? Я уже еду 18 минут, кстати. Но это, по крайней мере, с одной пересдачей. С одним перезапуском. Так. Да чё они паникуют-то? Экстренно торможу, подумаешь. Здесь кто-то выйдет. Они вообще не выходят, они все едут. Им плевать. Бабуль, ну куда ты? Куда ты? Всё, да? Так, сколько там у нас, Стас? Ой, теперь две минуты, такой маленький маршрут. АЧС? Наверное, это вон там. Просто прямая будет, да? Так, подозреваю. На самом деле, прикольно. Не хватает какой-то музыки, типа, Рамштайна там. Ду. Ду хас. Ду хас бин. О, нормально. Так было бы вообще шикарно. Я сейчас тут ехал, даже газ не отпускал. По скорости 50 км сейчас бы, ой, нагонялись бы. Надеюсь, сейчас никто у меня не врежется. Пропустят, я на автобусе. У меня численное преимущество потом в разборках будет. Да бабуль? Сидит вон. Так, лес рядом от АЭС. Да, но прекратите. Лес рядом от АЭС. Это сейчас уже, да. Потом ЧАЭС. Чернобыльская атомная электростанция. И потом какой-то Квант. Что будет за ДТП? Я не знаю. Зато мне не выписали никакой штраф, когда я въехал. Просто огорчение пассажиров. А что будете себя не огорчаться? То есть я их вез, вез, вез и брошу посередине леса. Они просто выйдут или что? Ой-ой-ой. Три человека вышли из леса чисто. Быстрее, ну давайте. Ну что вы? Ну это капец, короче. Квата проезда. Какой-то пухляк, кстати, заходил. Вон он. Ватя! Перебухал. В лесу потерялся. Сегодня только нашли. Все, последние два маршрута. ЧАЭС и Квант. Ну ты козлина, а! Вот тебе понял? Вот так вот тебе понял, да? Представьте, что зеркала по этот... И как это называется? Дворники показывают пару плохих вещей. Так. Осталось прям пофигне. Рад, что ДТП... А, кстати, ДТП-то и раньше был, просто я не обратил внимания. Рад, что на самом деле еще пофигне. Просто они огорчаются. Я подождал немножко, они опять все рады. То есть я опаздываю, они рады. Я стою, они рады. Они опаздывают на работу, их лишают зарплаты, они рады. Я наехал на кочку, пытаясь, чтобы они все успели, они не рады. Логика. Это называется Г. Логика. Погнали. Это тот козел, кстати, которому врезают. Это Урал. Это на самом деле прикольно, но я не знаю, иномарочки тут есть. А далеко уехал-то от него, интересно. Где он вообще? Я его не вижу. Надеюсь, я его не подрезал. О. А как он разогнался больше 50? Никогда не разгонялся, тут на тебе разогнался. Вот она, тяжелая судьба этих водителей и автобуса. Хочется спать. Надеюсь, ты тоже сейчас заявнешь. Так-то по графику вроде не опаздываю. Мне там вроде как недалеко было, да? Да. Потом какой-то квант. Долго-долго, реально. Я 21 минуту уже еду, 22 практически. Там плюс вступление для вас, плюс монтаж. Не знаю, короче, сколько у вас там минут. Ну, наверное, 20 минут, но я на вас и показываю уже. Я просто еще все одно задание выполняю. Тихо-тихо, а. Резкие повороты, они огорчаются. Так, а въезд у нас с другой стороны где-то там? Слушай, а куда я этого батю везу? Мне интересно, подожди. Тут батя явно какой-то такой себе. Может, это он что-то там натворил? Так, а куда мне? Там дальше? Да-да-да-да, дальше. Как вам звук микрофона? То мало ли я... Блин, если вдруг меня смотрит человек, который хорошо разбирается, как настраивать микрофон, это Shure MV7, и у меня аудиоинтерфейс, это этот Arturia MiniFuse 1, напиши мне, пожалуйста. Мы с тобой о цене договоримся, но здесь ты мне поможешь настроить микрофон так, чтобы я был классно, звучал нормально как-то. Ну, мы с тобой, я думаю, договоримся. Потому что, чтобы я не делал... Постоянно приходит как... А, дверь надо открыть, да? Чтобы я не делал, постоянно какая-то история получается. Типа, то он пикует, то есть он по факту нормально показывает, а в итоге выходит на громкий какой-то брак. Он, наверное, скорее всего сейчас так сделает. В общем, наверное, люди об этом не заморачиваются. Я, как понимаю, в разных наушниках и динамиках слышно по-разному. Это я, кстати, уже известен на своем опте. Да, кстати, если хотите понять, как у вас что-то там звучит... Что, у меня подсветка еще горит? Зарядку мне только тратят. О, выключил. А, да, конечно, долго они. Скучно, давайте хоть этот. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Так. Поехали, последняя остановка. Что с ними сделал? Снег и морозы. Лед витрин голубых. Огонь. И сразу туда. Перекладочка. Ну все. Последние два поворота. Грубо говоря. И все на этом. Капец, это я не верю. Ты погоди. Это я одну миссию проходил? Целую серию? Серьезно? Просто работая водителем автобуса? Ё-моё. Это я пришел со смены, с работы, да? Чтобы отторбанить смену за водителя автобуса? Что я делаю со своей жизнью? Не так. То есть сам, сам просто вдумайся. Я пришел со смены, со своей работы. Не спавший. Уставший. Думаю, сейчас дай отдохну. Сел и тарабаню смену водителем автобуса. Логике моей нет предела. Как я видел. Когда водитель-длиннобойщик возвращается домой, садится за евротрак-симулятор. И там тарабанит потом. Ты хер знаешь, сколько километров. Так, я успею его обогнать так, чтобы он меня потом не подрезал. Интересно. Надеюсь, успею. Чего классно, машину вообще не заносит. Только повернул, только повернул. О, я по графику-то и опаздываю. По графику я прям опаздываю. Наверное. Почему не показывают секунды? Это было бы правильней. Опять этот Урал. Кстати, он сейчас мне принесет проблемы, если я сейчас его не обгоню. А все, я опоздал по этому. Где я достал, сделал оплошность? Так, все, Урал я, в принципе, обогнал. Да, обогнал. Теперь притормаживаем. Надеюсь, что он остановится. Он сейчас может в жопу въехать. Я тебе серьезно говорю. Кого я там врезался? Что за квант? Надо прочитать, что это такое. Это может какой-то их офис. Ну, я вроде не опоздал, ладно. Главное не двигаться с открытой дверью. Полная остановка. Ребята, ставьте мне пять звезд. Оценивайте. Здорово. Вы какой красивый усач. Вы набрали нужное количество денег. Спасибо. Не знаю, я не видел сколько там. Это капец. Штрафы минус 200. Какие штрафы? Какие штрафы? Четвертый левел. Так, это мы прошли. Подожди, это чисто что-то связано с ЧАЭСом, да? До станции Янов и обратно. Сегодня необычный жаркий весенний день. Нужно выполнять рест от автокзала до станции ИНФ обратно. Правда, что двигатель быстро перегревается. Периодически, если выключаете двигатель до полной остановки. Ну ладно, друзья. В общем, я пока закончу на этом свою серию. Мы целую серию возили людей. Капец. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, пожалуйста. Ставьте колокольчик. Спасибо вам за просмотр. Всем пока.